Привет! Привет! Это Арти. Это девочка Арти, с которой я сейчас сижу. Да, привет! Приветик! Это Один. Один, красавчик, игривый. А это похититель наших всех сердечек Алберт. Берти, ну посмотри на меня. Берти, Берти, вот он, наш сладкий. Это игривый Один. И Берти, наш маленький сладкий пирожочек. Сегодня заканчивается моя кошачья неделя с этими прекрасными мейн-кунами. Вы видите? Вот они такие замечательные, сладкие. Самые замечательные кошки. Добрые, положительные. Они как собаки, но только кошки. Сейчас я с ними еще где-то полчаса посижу и поеду на ферму. Я еду на ферму, чтобы собрать клубники. С другой стороны, вы можете сказать, Лариса, зачем ехать на ферму, если в любом магазине можно их купить там за 3-4 фунта, а на дорогу я потрачу, наверное, фунтов 15. За вход я заплатила 4. Скорее всего, вы скажете, а зачем мне этот экспириенс? Из-за вкуса. Ягода, которую я в прошлом году ездила с подругой собирать, она нереально вкусная. Такую ягоду здесь не найти. Кошки опять играются. Лето идет, почему бы не съездить, не погулять, подышать свежим воздухом и провести время с вами. Поэтому сегодня свидание со мной. Мы едем на ферму вместе. Я отправляюсь теперь в путешествие. Точнее, мы отправляемся в наше маленькое путешествие по ферме. Сейчас поедем собирать ягоды. А с этими пупсиками мы увидимся уже в другой раз. Субтитры сделал DimaTorzok Все, я приехала на станцию Гордон Хилл и теперь отправляюсь на ферму. Хочу всего лишь ягоды взять. Погода уже распогодилась. Я сняла свой жакет и одела панаму. И поняла, что я забыла солнцезащитные очки и зонтик. Потому что я иду, и впереди огромная туча. Но я быстрая. Я обещаю, что я быстрая. Я не буду там долго задерживаться. Так, что здесь можно собрать? Много всего интересного. Так, я получила заветные коробочки. Четыре штучки. Хотела на томаты попасть, но, к сожалению, они еще закрыты. И посмотрите, на ягодах, что творится, очень много людей. Будем собирать сорт Мурану. Посмотрите на размер. Просто обалдеть. Очень вкусная ягода. Я очень рада, что я сюда пришла за ней. Я пришла к черной смородине. Хотела собрать несколько ягод. И, как видите, ее уже и нет. Но зато соберу несколько листочков для чая. С смородиной я опоздала. Кукурузка. Сейчас я кукурузку возьму с собой. Без свежих цукини я тоже не могу уйти. Потому что из них получаются потрясающие вафли. Которые я делаю с сыром. И надо взять тоже себе несколько штучек. Здесь написано, что нельзя брать цветы. Потому что есть такая мода жарить эти цветы в кляре. Я никогда не пробовала. Но вот цукини, где вы найдитесь? Надо собирать, которые больше 15 см. К сожалению, линейку не выдали. Я собрала малину. Мне показалось, она довольно кислая. Я набрала одну корзинку. И думаю, мне ее будет достаточно. И, возможно, я еще пойду одну корзинку клубнички соберу. Не пропадать же коробочки. Так что здесь у меня кабачки и кукуруза. И, в принципе, это все, что я и планировала сегодня собрать. Вот такой вот у меня улов. И я очень довольна. Ягоды на этот раз очень вкусные. Я за все заплатила получается 30 футов, 4 входа и 26 на покупки. Самое дорогое, конечно, клубника, 3 килограмма, 1 килограмм малины, по одному фунту кукуруза, тоже недешево. И кабачки, самое дешевое, 2 фунта за килограмм. У меня чуть меньше килограмма. В общей сложности получилось 26 плюс 4 вход. В принципе, очень даже хорошо я затарилась. Ко мне пришла посылка. Сейчас вместе с вами ее распакуем. Коробка выглядит вот так. Крем. Доктор Сэм. Это врач. Она тоже дерматолог на ютубе. Она рассказывает, как ухаживать за кожей. Она создала свою косметику. Не очень популярен. Крем для умывания, который не пенится. Ну, я люблю пенящийся. Крем вот этот, который стоит 25 фунтов. Он просто потрясающий. Мне очень нравится. Это, наверное, 3 или 4 банка, которую я заказываю. Мне нравится то, что здесь помпа. Не надо ковыряться пальцем. Минус в том, что я не знаю, когда он закончится. Как бы он на месяц хватает. Но, в принципе, хотелось бы видеть, что вот все. Подходит к концу. Надо заказывать новый. И новый продукт этой же марки. Доктор Сэм. Доктор Сэм. Здесь маска увлажняющая. Обещаю за 10 минут вернуть свежесть и сияние. И увлажнить вашу кожу. Прямо сейчас ее буду пробовать. Потому что я как раз после душа. И перед вами я затестирую. Ну, это все в макулатуру. Такой, знаете, плотный детский крем на ощупь. Но консистенция плотный крем. Вообще не пахнет. Мне это очень нравится. Я не люблю никакие одушки в косметике. Засекаю 10 минут и буду смывать. Только что смыла маску. В принципе, плюс она легко смывается. Боже, такая мягкая, нежная. Но я хочу закрыть кремом. Свой любимый крем. Еще какой у него плюс. Его можно под глаза. То есть можно сэкономить на креме для глаз. Для кожи вокруг глаз. Так вот. Компочка. Он опять же не содержит никакого запаха. Очень приятный. Нежный. Вот такие вот мои косметические новинки. И в принципе я фанат этой марки. Даже не думайте, что это реклама. Потому что создатели даже не знают ничего. Даже не знают о моем существовании. Есть, конечно, свои несовершенства. Но у кого их нет. Напекла я вафли из кабачка. Рецепт очень простой. Один кабачок. Один яйцо. Две-три столовые ложки муки. Соль, перец по вкусу. Если хотите более воздушный, добавляйте пекарский порошок. Я не стала. Так. И одна-две ложка сыра. Запекаю их на вот этой вафельнице. У меня керамическая бревилла. Честно скажу, когда я только ее купила, я делала по рецепту, как в инструкции, 5 минут. 5 минут недостаточно. Они получаются такими сырыми, вялыми и абсолютно невкусными. А когда я стала запекать на 7 минут, они получаются уже более крепкими. Сейчас он горячий такой. Горячий и жирненький. Да, еще можно ложку масла добавить в тесто. Но здесь она не пригорает. Так, с этим все хорошо. Я бы честно сказала, сыра бы добавила больше, но у меня сыр закончился. Так что больше сыра вы полюбите эти вафли из кабачков. Я в основном хожу по музеям. Я снимаю музеи. Я музеи люблю, выставки. Но мой муж мне говорит, что музеи классные, когда ты сам идешь туда и смотришь. Но мне нравится YouTube канал, называется All My Art, где девушка ходит, рассказывает тоже. Вот есть такие выставки, такие музеи. И мне очень нравится смотреть такой формат. И я решила повторить. Но у меня он тоже не зашел. Так что дайте мне знать. Если вам не нравится музей, я больше не буду снимать о них видео. Если вам нравится, я продолжу ходить и снимать. А если вам не нравится, я буду ходить, но не буду снимать. Мне очень важна обратная связь. Это помогает мне развиваться и быть с вами на связи. Ко мне пришла посылка от Mango. Всего три позиции. Это займет всего ничего времени. Вау, вау, вау. На вешалке. Круто. Ну, подача восхитительная. Я хотела твидовый жакет. Я хотела такой, но только в розовом. В розовом не было моего размера. И я, конечно же, взяла в зеленом, но размер больше. И почему я его хочу уже вернуть? Мне не нравятся пуговицы. Я хочу такие же, но только перламутвы. Голубая нить. Мне, в принципе, очень нравится. Из полистера, ресайкл. На распродаже взяла за 35. Но мне не нравится, что уже торчат нитки. Так, сейчас посмотрим, померяем. И, ну, скорее всего, поедет обратно. Нет, самое сумасшедшее я оставлю на потом. Так, еще одна. Вау, они все тут в вешалках. Как классно. Это юбка. Так, это юбка. Я давно такую юбку хочу. Это вот такая вот красивая юбка. Она в бельевом стиле. Такое нежнейшее, красивейшее. Здесь минус в том, что вот эти завязки, которые мне вообще не нужны. Я думаю, если я ее оставлю, я просто их отрежу и тут пришью. Ну, не знаю. Эти завязки мне не нравятся. А смесь здесь полистер с вискозой вроде бы. Позиция, которая просто крейзи. У меня спокойный вроде как гардероб, минималистичный. Мне захотелось какую-нибудь эдакую вещь. И я, когда увидела ее, я заказала. Сразу вижу торчащую нитку и понимаю, что, скорее всего, нет. А это швы такие. Я, когда заказала, я думала, что это миди. Но это просто макси. И это юбка, которая, я не знаю, как русалка. Это 100% едет домой, потому что, ну, я не знаю, о чем я думала. Куда мне в макси с пайетками? Ну, будем мерить, смотреть. Другой итог. Это едет обратно в магазин. Во-первых, очень жарко в ней. Если бы это было миди, maybe, maybe. Но это едет домой. Это да. Мне понравилось. Мне понравилось, как на мне села. И я оставлю. И скажу, что я, наверное, отрежу вот эти штуки. Нет, потому что все-таки твидовый жакет должен быть по размеру, как мне кажется. Потому что мне не очень нравится, как он сел. В принципе, приятное качество. Мне не нравятся пуговицы. В принципе, симпатичные, но нет. Такой вот у меня набор. Погода где-то 20. Температура где-то 20. Вот не знаю, что одеть. Футболка холодно, в кофте жарко. Вот такая вот сейчас погода. Да, мы сколько? Две недели назад пережили самую жаркую погоду. Обещали там плюс 40. Зафиксировали где-то плюс 42. А у нас... Ну, я, по крайней мере, по термометру где-то плюс 38. Я вот как-то вечером выходила к окошкам. Было плюс 34. Возвращалось уже плюс 30. Вечером уже было прохладно, ощутимо. Но пережили это пекло. Это было два дня. В принципе, все хорошо. Все живы, здоровы, слава богу. Листва, вот если посмотреть на зелень, она просто вся выгорела. Просто все сгорело. Дрова, все сгорело. Просто... Я была в шоке. Природа, конечно, себя не бережет. Удивительный факт. Если посмотреть на прогнозы погоды... Я вот видела это с Германией, мне кажется. Где-то в 2017 год обещают плюс 30, и все показано зеленым. А сейчас плюс 25, и уже все оранжевое, все красное. То есть нас к чему-то так подталкивают. Ну, нет, никаких теорий конспирологических не будет. Но вот забавный факт. Совпадение не другое. Во что превратились большинство парков? Смотрите, это просто выжженная земля. Я такой погоды вообще не помню. Вот я живу здесь уже 5 лет, и максимум, может быть, было 30-32, но никак не 40. Действительно, погода так меняется резко. Как мы спасались, мы поставили обычный вентилятор, и замороженные кубики льда, или не кубики, а вот блоки для заморозки, так охлаждались. То есть в большинстве случаев у людей нет кондиционера, и у нас тоже нет кондиционера. Почему? Потому что такая жара скорее редкость, чем обыденность. И тем более здесь нельзя уродовать фасад. Тем более здесь в большинстве домов нельзя поменять окна на новые. Там, типа, нужно держать старину, вот эту архитектурную аутентичность. Не знаю, как. Ну, надеюсь, вы меня поняли. Тем более уродовать кондиционером. Такой старый викторианский дом, например, тоже нельзя. Новые дома, ну, не знаю, не у всех есть кондиционеры. Ну, повторюсь, потому что это редкость такая. Ну что, ради двух дней ставить кондиционер? В большинстве случаев, я знаю, есть такие портативные. Вы коробку, как вот она, как очиститель воздуха, как увлажнитель воздуха ставите там посреди комнаты, а трубу выводящую, там, засасывающую воздух, выводят, ну, просто в окно, в форточку. И она засасывает воздух, вас дома охлаждает. Вот такие портативные кондиционеры я видел часто. А так, чтобы вот как мы привыкли, чтобы висело на стене, вывод в окно, там, на фасад, там, ну, такого здесь не принято. Субтитры сделал DimaTorzok